Привет, друзья! С вами Андрей Вергулец и это проект Сильные люди. Сегодня мы снимаем выпуск не в Иркутске, а в городе Красноярске на Красном Кольце. Сюда мы приехали для того, чтобы показать тренировку по дрифту одного из сильнейших пилотов России Евгением Лосевым. Евгений Лосев, дрифт-пилот РДС, двукратный призер чемпионата РДС Сибири, чемпион РДС Сибири, чемпион супер-дрифт-битвы. Расскажи, Жень, пожалуйста, про свою машину. Ты мне уже говорил о том, что она у тебя одна из самых мощных на сегодняшний день в России. Автомобиль сейчас правильный, подобрана хорошо мощность, зацеп, редукция, в общем, совокупности. Машина в балансе, ведет себя неплохо. Первый сезон на этом автомобиле я выехал в 2013 году. Мотор на то время у меня был двухсполвинчатый, один GZ GTE, на 30-м Гаррете, твинскрольном. В общем, мощности, в принципе, хватало. Ну, где-то было сил 400, может быть, 450. А сколько вообще должно быть примерно лошадок, чтобы машина ехала, ну, вот именно в плане дрифта? Мощность нужна, когда у тебя зацеп. То есть машину, даже если ты строишь на 400-450 кг, там, сил, да, ну, ты маленько зацеп подприбираешь, в принципе, получаешь то же самое. Ну, охота скорости, охота расти, охота ехать быстрее, охота моменту. Ну, понятно, что ты профессиональный гонщик, ты один из сильнейших пилотов страны. Но если взять обычного парня, да, вот у него есть, допустим, 90-й Марк стоит, да, с чего начать ему, допустим? Для этого есть стрит-лего, ну, стрит-класс. Это класс для новичков, которые могут приехать на Красное Кольцо и принять участие абсолютно на стоковом автомобиле. Я бы даже сейчас себе взял бы какой-нибудь ТРУВ, наверное, на стоковом моторе просто для тренировок. Поставить там стоковый мотор, там, GZ1, 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 да, неважно, там, ну, какой-нибудь бустапный мозг, хорошие стойки и правильно настроить подвеску под эту мощность. То есть это жесткость, да, там, давление в шине и так далее. И можно принимать участие и ехать спокойно, и дрифтить, и боком получать такое же удовольствие. Но есть еще один метод. Здесь проводится на Красном Кольце зимний чемпионат, дрифт-баттл. Я принимаю тоже в нем участие. У меня ВАЗ-2102. Чтобы накатать скилл, и это все дешево, ты на одних шинах проезжаешь весь сезон. Жигуль, мощности не надо. И поехал по льду, дубасить, боком, учиться ехать правильно, там, траекторно, там, скорость, учник. То есть много приемов можно отработать. Пилот должен расти вместе с автомобилем. То есть если сейчас посадить новичка за мой автомобиль, ну, учиться на нем ездить будет очень сложно. Потому что машина очень мощная, да, и мощностью управлять не просто так. То есть нужно идти постепенно. Машина подросла, пилот подрос. Жень, а скажи еще, пожалуйста, про свои планы ближайшие. Что ты планируешь, где внять участие? В сентябре мы едем после России сразу же на Д1 гран-при. Это будет проводиться гонка в городе Владивостоке на трассе «Примринг». Там будут японцы, тайцы, китайцы, россия. В общем, интересная очень гонка. Интересно даже в том, что можно увидеть профессиональных пилотов, которые занимаются этим 20 лет. Как сайта «Дайга», там «Кавабата», там «Хибина» и так далее. В общем, ты приезжаешь туда и получаешь чемодан опыта. А ты горишь перед соревнованиями? Музыкологически. Перед соревнованиями нужно себя чувствовать спокойно, ехать с отвисшей губой, спокойно, с разумом. Тогда все получается хорошо. Конечно, я раньше переживал. Сейчас у меня переживаний меньше. Переживают все перед гонкой. Это понятно. Тем более такого ранга гонка. Ну, я скажу так. Я зимой проехал 15 гонок. И летом мы проезжаем тоже немало гонок. И уже с опытом учишься себя контролировать. И получается, в принципе, все. Уже едешь без волнений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас занимаемся тем, что пытаемся подстроить густ. Он не хочет никак у нас побеждаться. Роман Боку. Инженер в Красноярском центре организации воздушного движения. Занимается настройкой автомобиля. Пытаемся, разбираемся, смотрим. Там, вероятно, какие-то механические проблемы. Возможно, с течением шлангов надо будет. Методом проб и ошибок с механиками, с Леней подбирать. И выходить уже на тот уровень, который мы оставляем. И эту тему, как бы, то есть галочку ставим, закрыли. Чтобы уже к этому не возвращаться. Ну, поэтому сейчас, как бы, то есть на протяжении всего сезона у нас эксперименты получаются. Мы проводим от этапа к этапу. Все это и ведем, ведем. Дури ей и так хватает даже. А сколько камерного ваша диноксируем сейчас? Ну, вот так приблизительно на скидку. Я не знаю, я не диноксент. Ну, на мой взгляд, как бы, то есть по всем показателям, тут должно быть 700 плюс, это точно. Я всем отвечаю, 300 плюс здесь есть точно. 300 плюс. Надо понимать, что это еще не пиковые настройки. Мощности может быть еще больше. Тут вопрос целесообразности ее. И так реализовывать на колесах хватает на два круга, куда выше. Автомобиль едет очень достойно. Евгений, тем более, на нем может достойно выступать. И посмотрим, что покажет у нас этап. Шевченко Алексей. Персональный механик. Занимается подготовкой, консультацией и обслуживанием автомобиля на соревнованиях. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще сошлись с Женей и какую функцию ты несешь в команде? Познакомились два года назад. Я принимал участие в подготовке автомобиля к соревнованиям. И мы познакомились. То есть на протяжении сезона я помогал автомобиль обслуживать. И после окончания этого сезона было принято решение о постройке оставить эту базу, ну, какая есть она. То есть это, да, такой же, тот самый 81-й марк. И было принято решение перейти на другой двигатель. Это был 2GZ. То есть это увеличенный объем, то есть увеличенный ход. А сколько сейчас объем двигателя? Объем двигателя сейчас 3,4 литра. Стоит одна турбина, она очень хорошая. На ней мы едем уже третий год. Она нас полностью устраивает. Это Borg Warner EFR серия 8374. То есть турбина очень надежная, очень хорошая. Относительно других турбин, таких же аналогов. То есть она, ну, лично в моем восприятии занимает, ну, лидирующую позицию. То есть, ну, она очень хорошая. Потому что 3 года нас не подвела ни разу. Еще в планах есть что-то менять, добавлять? Наступает момент такой, когда постройка настолько надоедает уже. Даже не только пилоту, но и самому постройщику. Но не бывает такого, чтобы не было каких-то элементов автомобиля, которые не надо было дорабатывать. Это постоянная война там с автомобилем, со скоростью. Попытка как-то быть быстрее там в повороте, там разгоняться быстрее, более держаковый автомобиль иметь. Сделать автомобиль более универсальным для трассы, не затачивать его конкретно под какой-то один конфиг, а делать такой универсальный снаряд спортивный, который позволит, ну, занимать первые места там на всех трассах. Такое, к сожалению, невозможно. Но мы пытаемся это сделать. Что-то получается, с чем-то приходится бороться. Изначально я считаю, допустим, Евгения Лосева спортсменом. То есть, ну, занимается он там автоспортом. Не важно, это спорт для него. И само определение спортсмена, ну, в любом случае, ты не достигаешь какой-то определенной высоты, и говоришь, все, мне этого достаточно, и уходишь. Это для меня не спортсмен. Он является спортсменом, то есть, соответственно, да, воином. Да, именно внутри. И он, ну, готов биться там с любым, неважно. И мы всегда пытаемся выбирать именно те соревнования, на которых нам не только будет комфортно, да, там, за этот самовар сражаться, то есть, которых и так уже предостаточно там, а именно искать именно ту площадку, на которой мы сможем подчеркнуть что-то новое, какие-то новые приемы отработать, проверить технику в бою в каком-то очень сложном. То есть, вот такие вот нам более интересные, чем просто получить кубок. Мы хотим именно хорошего, качественного соперника к себе. То есть, в этом сейчас проблема. То есть, у нас есть топ пилотов, пять топовых пилотов, которые вот как раз именно вот живут, грубо говоря, на этом кольце. Это один организм, пилоты, автомобили. Ну, практически нельзя разделить. Просто, ну, они у каждого разного. То есть, у кого-то где-то пилот быстрее работает, у кого-то машина чуть лучше работает от работы. Но это все и дает, ну, показывает именно... И момент удачи. Да, интерес появляется в этом всем. Здесь мы видим то, что люди приходят смотреть, им это интересно, в принципе. Ну, мы стараемся показать людям именно то шоу, на которое они пришли и хотели бы увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, проект «Сильные люди» выражает свою благодарность компании «Итеркомфорт» и, в частности, ее соучредителям Розину Дмитрию, Жукову Виталию, Саралидзе Василию за то, что они помогли нам с деньгами, спонсорской помощью приехать сюда, в город Красноярск, чтобы снять этот репортаж. Компания «Доча» ворвалась на рынок с низкими ценами и отличным качеством товаров. Наши квалифицированные продавцы помогут каждому с выбором продукта. Для покупателей есть гибкая система скидок. Здесь у вас стоит такая своя атмосфера, на самом деле, очень доброжелательная. Вот во многих видах спорта, когда идет какая-то предсоревновательная суета, либо еще где-то. Часто, знаешь, шаперничество чувствуется, что друг другу не всегда помогают спортсмены. А здесь вот меня очень удивило и порадовало, что здесь этого нет. Здесь все в одной лодке и все делают одно хорошее дело. Вот это вот прям очень здорово. Ну, то есть ты как спортсмен подметил это. Я скажу, что в Сибири это присутствует. И мы стараемся сохранять эту идеологию, другую помощь, инструмент, ключ. Сейчас Гроссман немножко повредил машину, было столкновение, да. И сейчас ребята помогают, все с разных команд. Ему вот в Лон-УД ребята, мои ребята помогают. У нас как бы, ну, это дрифт. Мы соперники на трассе. А когда заканчивается заезд, мы уже друзья. Ты, честно сказать, ты очень крутой человек. Ты очень молодец в том, что всем этим делом занимаешься. Я знаю, сколько безумное количество денег ты в это все вкладываешь. Но я тебе скажу так, что ты действительно гордость нашего, я считаю, автоспорта. Ну, без лишних вот этих вот, знаешь, слов. Ну, на самом деле. От себя хочу тебе пожелать, чтобы тебе в дальнейшем так же все двигалось в нужном направлении. Чтобы находились спонсоры, чтобы, может быть, тебе в этом плане было немножко попроще. Спасибо тебе большое, Женя. Очень рад, потому что могу тебя назвать своим другом.